Магнум 44 есть? Это дорогое оружие. Ничего, деньги найдутся. Жуткая пушка. Со 100 ярдов пробивает двигатель машины. Вот он. Оружие высшего класса. Взгляни-ка. Взгляни, красотища. Я бы мог продать ее какому-нибудь орангутангу из Гарлема за 500 долларов. Но, как говорится, хороший товар для хороших людей. Ну как? Подходит? Для практических целей он немного великоват. Так что могу порекомендовать этого курносового малыша. Взгляни-ка. Не оружие, а загляденье. Никелированный. С коротким стволом. А стреляет не хуже, чем пистолеты легавых. Убивает все, что движется. С Магнумом в Африке охотятся на слонов. А этот малыш – очень удобное оружие. Маленькие пистолеты, зачастую просто игрушки. А этим ты можешь целый день забивать гвозди. Он все равно будет стрелять точно в яблочко. Стреляет без промаха и наверняка. Автоматическим интересуешься? Это 25-й Кольт. Прекрасное оружие. Красавец. Шесть патронов в обоими. Один в патроннике. Обойма вылетает за считанные секунды. А вот, взгляни-ка. 38-й Вальтер. Восемь патронов в обоими. Классный пистолет. Просто загляденье. Во время Второй мировой войны им заменили Пи-38. Выдавали только офицерам. Ну как? Подходит. А сколько за все? За все? Только осел будет носить пистолеты за ремнем. Взгляни-ка. Кабура ручной работы из Мексики. 40 долларов. 350 за Магнум. 250 за Курносова. 125 за Кольт. И 150 за Вальтер. Возьми сумку и подожди. Спустимся вместе. Спасибо.